Всем привет! Меня зовут Алена Самсонова, я практикующий медицинский психолог. Сегодня я расскажу о такой теме, как пограничные расстройства. И люди, которые живут и, можно сказать, мучаются, можно сказать, живут, ищут помощи и не знают, где ее взять. Пограничные расстройства личности встречаются в нашем мире достаточно часто. И эти люди импульсивны, эти люди очень быстро меняют решения, и у них есть целый спектр таких качеств, характеристик, которые запускают их внутреннюю, внешнюю тревогу. Они часто страдают какой-то депрессией, они часто страдают тревожными расстройствами, соматическими, вплоть до психических эпизодов психотических. И иногда эти люди выходят в ремиссию, иногда им удается справляться адекватно, с жизнью максимально устойчиво, и они могут находить баланс между умом делающим и умом бытия. Что же важно знать об этих состояниях? Важно знать, что так или иначе, это состояние проходящее, и человек может максимально адаптироваться в жизни и создавать ту реальность, которая важна для него. Но у этих людей есть такая характерная черта, они зависимы от мнения других людей, они не чувствуют себя полноценно, они постоянно имеют внутренние притязания к себе, они имеют внутренние страхи, внутренние комплексы, которые их останавливают в реализации собственных целей, в реализации собственных возможностей. Так или иначе, например, этот человек может быть нестабилен в собственных убеждениях. То есть сегодня ему кажется, что я хочу розовое платье за 300 миллионов долларов, завтра оно уже не нужно. И эта некая импульсивность присуща во всем, в отношениях, в поведении, в принятии решений, в собственном мироощущении. И это все мешает на пути реализации долгосрочных целей. Психотерапия данных расстройств строится на многих таких базовых действиях, в которых психотерапевт помогает личности максимально адаптироваться к той вселенной, которая окружает его, и быть максимально реалистичным. Помимо этого, психотерапевт учит клиента навыкам саморегуляции, так как каждую секунду этот человек испытывает гамму кризисных эмоций, и он может это характеризовать, как «я нахожусь в аду, мне очень плохо». Он может испытывать вплоть до панических атак, каких-то приходящих страхов. И в зависимости от этого он может менять свою траекторию действий. То есть, например, обычный человек иногда, точнее, иногда, очень часто руководствуется долгосрочными целями и испытывает кризисные эмоции, боль, и находит внутри себя ресурсы для того, чтобы справиться, и идет шаг за шагом, продолжая строить ту жизнь, которая нужна ему. А человек с пограничным расстройством личности, испытав какую-то кризисную эмоцию, может полностью развернуть события в своей жизни. И я провожу психотерапию как раз таких людей с неустойчивым типом личности и помогаю им выстраивать ту базу, которая может человеку быть максимально полезной, нужной, дабы он смог существовать. Очень часто у этих клиентов, пациентов в анамнезе есть мамы, папы, родители, которые дали неправильное не то воспитание. Неправильное – это условно, неправильного не существует. Дали воспитание, которое они могли дать, но так или иначе оно было либо с гипоопекой, либо с гиперопекой, либо вообще там человек имел родителей, которые имели зависимое поведение, алкоголизм, наркоманию, что-то такое, либо он испытывал этот человек трудности в принятии, то есть ему не давали базовых чувств, таких, которые нужны были на самом первом этапе жизни становления индивида. И после этого как будто схема сломалась, то есть мы обладаем с вами такой психической способностью приспосабливаться к миру. А у этих людей черно-белое мышление и им очень сложно оценивать адекватно себя и действовать максимально реалистично, как будто потерян вот тот самый реализм в отношении себя и своих целей, своих шагов, что я должен делать в этом мире. Соответственно, дабы разрешить вот такой вот конфликт внутренний. Человеку мало исходяется,